С самого начала. Это все надо было наводить порядок еще в Киеве, а не дожидаться пока... И второй вопрос к вам же. Почему на третьем году войны, повторюсь, государство оказалось не готово к этой блокаде? Эту блокаду, согласитесь со мной, в любой момент могла устроить та сторона. Совершенно верно. Другой еще хороший вопрос, важный вопрос, почему она это не сделала за два с половиной года? Я не зря начал с того, что дефицит коммуникации власти с народом породил вот то, что мы сейчас имеем. Информационное пространство, как и вообще в принципе все в природе, не терпит пустоты. Как только возникает пустота, она сразу заполняется некими иными, если брать информационное пространство, информационными поводами, информационными месседжами. И как правило, это любой политтехнолог вам скажет, что давать квалифицированные ответы на сложные вопросы гораздо сложнее, чем давать популистические простые ответы, которые в принципе никакой нагрузки, кроме провокативной, не несут. Вот нас упрекают, что три года власть ничего не делает. Во-первых, вы извините, три года при власти вы, а правительство всего девять месяцев. Это первое. Я по пунктам все буду отвечать. Это первое. Второе. К сожалению, я не знаю, правильно делала власть, я говорю исполнительная власть, или неправильно. Подавляющее большинство информации не доносилось до наших граждан. Замалчивалось, и таким образом создавалась некая иллюзия, что кроме исключительно военных действий, в стране все в полном порядке. Я могу назвать некоторые цифры. Я не знаю, честная вариант. Это уже только покороче, Георгий. Да, ну, извините. Почему не везется уголь откуда то? Во-первых, на сегодняшний день на неконтролируемой территории только вагонов, которые принадлежат Укрзалезнице, находятся 31,5 тысячи. Чем возить? Совками? Почему крупнейший металлургический завод? Потому что у него есть частные вагоны. Я объясняю, потому что у него есть частные вагоны. Ну, так у нас поставки... Это первое. Я могу сказать. Можно я закончу? Частные компании, частные вагоны. Можно я закончу? О чем вы говорите? Я говорю о том, что... Алена, я хочу еще уточнить, что вы путаете металлургический завод и теплоэлектростанцию. Так вагоны одинаковые. Как здесь вагоны те же. На сегодняшний день. Ресурсы разные. Ресурсы разные. Там объемы вагонов, куда больше. На сегодняшний день только лишь для обеспечения энергетической составляющей Украине необходимо в день 600 вагонов антрацита. В день 600 вагонов. И когда специалист Поросюк заявляет, вы бачите, там сколько вагонов, ну, хочешь бы хватило, было бы, что розыму взяты на калькуляторе и порахували.